Здравствуйте, уважаемые зрители! 5 декабря 1941 года начинается советское контрнаступление под Москвой, в ходе которого враг был отброшен от стен столицы, до которой местами было менее 20 километров. Ну и впоследствии, во время написания мемуаров немецкими генералами, у некоторых из которых, стоит заметить, был литературный талант, пришлось искать оправдание. Правда, не в себе. И это привело к ряду мифов, которые были подхвачены в конце 80-х, начале 90-х, некоторыми авторами. Что касается битвы за Москву, тут есть три ярко выраженных, так сказать, отмазки. И давайте о них поговорим в хронологическом порядке. Итак, в середине июля 1941 года, из-за недооценки противника, что неудивительно для людей, которые считали себя избранными, план Барбароса, по сути, приказал долго жить. Группа армий-центр, в частности, застряла под Смоленском и понесла значительные потери. Ни о каком броске на Москву речи быть не могло в тот момент. Поэтому фюрер издает директиву сначала 33, а затем директиву 34 30 июля 1941 года и меняет стратегию на Восточном фронте. Теперь группе армий-центр предстояло помочь соседям. И это решение стоило очень дорого для нашей страны. Только под Киевом мы потеряли около полумиллиона человек, не считая потери экономических районов Восточной УССР впоследствии, что очень стало тяжелым ударом для нашего ВПК. На севере мы получили блокаду Ленинграда. Как итог, промышленные предприятия этого города практически встали. Также мы потеряли Шлистельбургский пороховой завод вдобавок. А дальше немцы концентрируют все силы на московском направлении. И 30 сентября 1941 года начинают операцию Тайфун. Соотношение сил подавляющее в пользу рейха. С августом 1941 года даже сравнивать не стоит. Но в поисках виновных немецкие генералы будут обвинять фюрера. Если бы, мол, войска не развернули, то Москву взяли. Ага. С началом Тайфуна немцы окружают под Вязьмой два фронта и открывают путь на Москву. Потери у нас как минимум не меньше, чем под Киевом. И в этот момент выйти к городу проблем, по сути, у них больших не было. Дорога была открыта. Но немцы легких путей не ищут и идут на север, к Калинину, дабы обрушить фронт с северной и с широким охватом окружить Москву. В частности, к берегам Волки из района Малоярославцы разворачивают 41-й моторизованный корпус. Оставшиеся силы на Малоярославском направлении хоть и имели подавляющее превосходство, но прорваться не могут. Увязая в боях с прибывающими частями Красной Армии, которые сотворили без всякого привлечения чудо, совершил бессмертный подвиг. К 17 октября 1941 года и под Калинин приезжают в резервы Красной Армии, и немецкий прорыв оказывается запечатанным. После чего следует перегруппировка. Как итог, пауза. Эти просчеты фашисты свалят на генерал Грязь, хотя, если честно, в инфраструктурном плане Подмосковье было лучшим местом из-за пустой сети дорог. Да и время до дождей выйти к Москве у них было, но к этому ресурсу враг отнесся расточительно. Дожди пошли после 18 октября, и их ждали с обеих сторон. Причем Грязь на Восточном фронте была делом обычным, но помешала немцам она именно только в битве за Москву. Далее фашисты дотягивают до отрицательных температур и переходят в наступление вновь, когда почва замерзла, и приближаются к столице, как я упомянул, выше местами менее 20 километров. Но начиная с 3 декабря атакуют уже наши, сводя последнюю попытку фашистов прорваться к Москве из района Нара-Фаминска к нулю, и с началом контрнаступления отбрасывают врага дальше. Естественно, виноват генерал Мороз. А то, что немецкая разведка сообщила о шевелениях в наших тылах и крупных силах, в Берлине отмахнулись, хотя в принципе сведений хватало для точной оценки ситуации. Разведка врага на этот раз работала отлично. Ну а командование вермахта считало, что у Красной Армии сил нет, войска выдергивали с других участков фронта и готовились сами наступать. Но наши ударили 1-5 декабря 1941 года и застали врага врасплох, который находился в наступательной конфигурации, что привело к быстрому обвалу фронта. В завершении замечу, что грязь и мороз мешали Красной Армии не меньше. Порой во время немецкого наступления застрявшую технику приходилось бросать, так как вытащить времени ее не было. Что касается морозов, у нас зимой 1941-1942 годов было 170 тысяч обмороженных, у врага 230 тысяч. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.